Я немножко хочу коснуться порядка наших глав, что, так сказать, надо видеть какую-то картину общую. Предыдущая глава ЦАВ, она кончилась так называемой «семя днями милуим». Это дни, когда буквально и жертвенник, и весь 15-й храм освящались. То же самое были, освящались, получили силу быть коэном, и коэном, и аром. В эти семь дней был коэном Мошрабейн. Он принесли жертвы. Вот в нашей главе в Шишмине, восьмой день этого, восьмой день – это расходы в Ниссан. Первый скоро будет. Это день, когда от Всевышнего Мошрабейна наказал Арону, что он сам начал служить в храме. Это было, то есть, короче говоря, вообще первый день новолетия, нового месяца Ниссана – это когда Шхина осенила переносной храм. Это завершилось, выход из Египта завершился на этом днем. Это мы уже, на самом деле, это мы уже упоминали в конце книги «Шмот», тут просто более детально это касается. Надо хорошо вещь-то понимать и понимать суть нашего народа. И то, что мы читали реально в главе Теса «После греха Золотого Терца» – это то, что по просьбе нашей Абейна Всевышнего выделил наш народ и всех народов, то, что сейчас только наш народ – это место для присутствия Шхина. Это замысел, это смысл. Смысл создал человека не чтобы он паскот, а человек, который будет служить ему, и привыкться к нему, и будет этот мир исправлять, и будет расти. Это замысел, безусловно, сегодня осуществляется именно нашим народом, что, к сожалению, далеко не всем, к сожалению, большому. И вот это присутствие Шхины – это основное. Это то, что, знаете, наш народ не избран, чтобы быть великими математиками, и великими учеными, и т.д. и т.п. И для того, чтобы мы были народным пророком, народным мудрецом, то есть народным служителем Всевышнего, посвященным служению. Это основное. И когда мы говорим, что наш народ тысячи лет, внесла на себя бремя, тяжкое бремя избранного народа, бремя, которое требовало от него самопожертвования, во всеми нашими ненавистниками Инквизиция, другие, Хмельницкий, Гитлер и многие-многие другие, это был один смысл – перенести нашу миссию до прихода мужчин, а придать его от поколения в поколение. Вот есть только одна принципиальная разница. Если во время Перестова храма, во время храмов первого и второго, это служение в храме – это было основным для присутствия шхины в Роде Израиля. После разрушения храма место присутствия шхины, шхина присутствует там, где есть Тора. То есть… И даже один еврей, который занимается Торой, он может достоинство присутствия шхины. Тора – это воля Творца, когда человек приплепляет себя воля Творца, то он привносит шхину в этот мир. И тут надо хорошо понять некоторую линию, которая нас преследует уже тысячи лет. Вместе с народами Израиля, вышли из Египта, так называемым Эр-Эврав, собрание народов, которые не тянули, наверное, на этот уровень. И это есть большая претензия к Маше Робейну, почему он их принял. Они пошли с победителем, как мы ни разу уже говорили. И именно этот самый Эр-Эврав, они были инициаторами создания Золотого Терца. Это была подмена Маше Робейну на предводителя в форме Терца. Надо хорошо понимать, что происходит. То есть подмена идеала народа служителям Всевышнего на идеал светского государства. Не очень важно, кто это подал в Уганде или здесь. Ну, важно, то есть, короче говоря, сделать народ Израиля, как все народы. Это полная противоположность сути еврейства. И это, по большому счету, это продолжение греха Золотого Терца. Ну, когда-то Герцер, у него был замысел сделать еврейское государство в Уганде. Я думал, что всем это вещи известны. Ну, если бы Сталин это сделал в Бербежане. Ну, Герцер хотел сделать, думал сделать это в Уганде. Здесь не... Он отказался, потому что понимаешь, что евреи туда не придут. И надо вещь хорошо понимать. Это... Этот самый эрврав, который находится внутри народа Израиля, он только усилился в последние годы, в последние сотни, сто с чем-то лет, 150 лет тому назад. И этот эрврав с полного народа включается не так же, а Малека тоже. Это вещь не новая, об этом уже говорил и Рабахон Аль-Вассерман, и наш висер, наш висер Рабит Сагзинберг, что еврейская секция ВКПБ. Вы помните, что такое еврейская секция ВКПБ? Помните такие слова? Уже, думаю, слава Богу, забыли более-менее. Что? Мы с ними не встречались. Не встречались. У убийцы? Нет. Ну, были. Это была еврейская секция Коммунической партии. Они говорили на идише. Хорошим идише говорили. Они преследовали евреи, а больше все больше в том, что не было. Был Троцкий, в частности, был там другие. Их называли, и Рабахон Аль-Вассерман, и еврейский Сагзинберг называли это Амалек. Это Амалек, чистый Амалек. Я объясню, что такое Амалек, в чем проявляется Амалек. Мы читали перед Пулевым, помнить, что он сделал Амалек. Надо понимать, в чем суть Амалека, и что он нам делал, и что он делает. Понять, где это раскрывается и сегодня. Сказано, то есть, во-первых, надо хорошо понимать, что Амалек, когда пришел к пустыне, к роду Израилю, он мог задеть, поразить только те, кто были вне облаков славы. Доступа там, где он был шхид, но у него не было. Он божал слабых. Те, кто были отторгнуты снаружи. Дальше он был слабых, отрезал место обрезания, подбрасывал вверх и поносил Всевышнего, забил себе обратно на твое обрезание. Почему? Что это такое? Потому что Амалек хотел поразить понятие брит. Брит – это завет. То есть, это единение народа Израиля с Всевышним. Против этого воевал Амалек. И... Вещь, противоположная Амалеку, это когда мы приправляем в секторе. Амалек пришел, когда была... Остабели руки по изучению Торы. И он пришел, чтобы отдалить народ Израиля от Торы. Это и есть поражение... Брит. Поразить Брит. Завета Торы. И надо хорошо понимать, что это... Это вещь не новая. Есть замечательная книга. Она напечатана практически во всех изданиях. В 10-й Шарим. Называется она «Дерахет с Хаим Рамхала». По-моему, мы как раз обещали это в Байрот. Там приводит Рамхал очень известный стих. Ну, уже знаете, это в Тейлим, 8-я глава, 3-й стих. И, по-моему, это дети, юноши, подростки. Атестовал Озета Тора. Ле-Мансер Реха напротив притеснителей. Ле-Жбит Ое-Умитнакем. Буквально отменить, аннулировать врага и мстителя. Рамхалд вот объясняет... Что? В какой главе он объясняет? Это, ну, в начале. В обычных изданиях это всё в один текст. Так трудно найти. Я могу дать посмотреть, если хотите. Тут у меня это... Так вот, объясняет Рамхалд, приводит им ещё материалы, что кто такой мститель и ненавистник? Это змей, с которым мы сталкивались в голове Брейшиш. У змея он остался без ног. Как пишет Раша, что он всё ещё проклял его. «Аль-Гахон-ха-те-лех, на брюхе своё будешь ты ползти». В этом Раша ему отрезали ноги. И вот, так как это самый змей обоносителем всех сил зла, то его месть святости — это подорвать опору Торы. Тоже ноги — это опора. То есть, когда мы читаем о том, как Яков боролся с ангелом-хранителем Исава, он поразил его гида ноша, и он вышел после встречи хромая. Он сумел как-то поразить опору Якова. И говорится об этом в наших книгах, что это то, что тогда ангел-хранитель Исава поразил гида ноша, «Связавшие сухожилия Якова намёк на то, что перед приходом Исчерха будут поражены, поддерживающие Тору». Это вещь непростая. А так надо понимать, что происходит. Вещь, которая просто поражает, и трудно это объяснить, это иначе. Кто воевал с Ешивами? Мы же знаем историю. Это были евреи-реформисты в Германии. Донесли на Виложинскую Ешиву, и боролись с тем, что её закрыли. Это были евреи, которые дошли от Тору. Русское царство было ещё радо сказать им помочь. Люди ж не такие чистые были, но инициаторами были евреи, которые дошли от Тору. Сейчас, лучше услышали уже об этом, израильские судебные власти отменили право и шиботников насосовершения службы в армии. Это в какой-то форме, толку непонятно. И реально сейчас, чтобы тех, кто в армии не идут, не будет никакой поддержки. Что? Тепенью не будет. Да. То есть, насколько по них планы гораздо более далёкие. Это всё ещё хотят начать. Надо просто понять, увидеть, что здесь происходит. Это буквально предложение линии змея, носителя зла, который хочет подорвать основную поддержку Тору. Это предложение Амалека, который пришёл, чтобы... Знаете, Амалек пришёл воевать с народом Израиля, когда Израиль пришёл получать Тору. Я много раз говорил, что бирфидим, для того, чтобы... Бет это означает бешвид, для того, чтобы остабели руки народа Израиля в Тору. И это происходит, причём, понимаете, я вам скажу, надо ведь хорошо понимать. Всё же дело Всевышнего, всё к добру. Но то, что мы видим, это происходят вещи страшные. Как из этого точно выйти в добро? Как мы не знаем... Сейчас я дам один маленький намёк на это. Сказано, что тяжко стеснённое положение изучающих Тору приближает на шеях. Есть такая вещь. Это ускоряет приход на шеях. Но надо просто понять всю всю эту ситуацию. Есть тут три аспекта, о которых я... У каждого из них было много неизвестных. И я хочу вам поделиться некоторыми соображениями по этому поводу, хотя я не претендую на знания. Я объясню, почему я не претендую на знания. Что Рамхат сейчас на книге «Дат вонот» есть два правления Всевышнего. Правление скрытое, которое ведёт всё к окончательному избавлению. И правление внешнее, то, что мы видим, правление по суду, и более скрытое, сокрытое лика Творца. Но вот говорит Рамхат, что мы этим внутренним правлением мы не постигаем вообще. Мы знаем, что оно есть, что оно всё приводит к добру. Об этом говорится, что это Всевышнего Всевышнего к добру. Всё приводит к избавлению, к исправлению всего. Но как оно проявляется, в чём смысл каждого события, мы не знаем. Поэтому я могу сказать какие-то соображения, но это не более чем соображения. Может быть истинные, может быть нет. Безусловно, не претендую на польческий дар. Это совершенно точно. Ну, я... предшествовали событиям Симха Тура, где-то, по-моему, около 9 месяцев, попыток изменить, нарушить диктатуру израильских судебных властей, которые не увлечались успехом. Не увлечались успехом. Мне было очень непонятно, кому это так важно. Немножко, видимо, и до сейчас. А потом я начал понимать уже в течение нескольких месяцев, что, очевидно, всё-таки, так как хотят отменить возможность, чтобы высшие судебные власти отменили закон о срочке для ешеботников, а тут силы зла очень хотят поразить именно ешеботников, именно ешебов. Почему? Я объясню ещё это. И не получилось. Потом было событие Симха Тура. То есть мы много говорили какие-то внешние причины, но, безусловно, и события Симха Тура всё делали очень лучше. Но в чём, надо сказать, замысел этих событий в целом никто не может претендовать на знание сегодня. что это всё к лучшему, но как оно будет, мы не знаем. Однако, я вижу тут несколько аспектов. я не всё буду сейчас говорить, но один из аспектов это в том, что, с одной стороны, события Симха Тура разрушили идола, собственных сил. Но, так как это идол источник силы зла, то очень быстренько пытались его восстановить. всякими лозунгами «Вместе победим», то «Поехать не на цех», есть только лозунг «Иногда без безрата шем, иногда без безрата шем». И этот лозунг он повлёк, поверьте мне, я считаю, что уничтожить Хамас из исполнения заповедей приходите убивать, надо его убить. Тут не в этом моя проблема. Я не против этого. Наоборот. Просто происходит заново восстановление веры в собственные силы, заново ремонтируют, почищают старого идола собственных сил. И этот идол, проникает его влияние даже на некоторую часть религиозного населения Израиля. И в этой ситуации возникает такая проблема, что есть люди, которые воюют, не воюют. А есть люди, которые не воюют. Не воюют. Что есть не воюют? Они все отучатся. Сейчас немножко объяснить, как я это понимаю. Даже если бы Тора буквально нас не защищала и не давала силу армии, Тора исключительно сохраняла духовную часть нашего народа. Дух. Это была достаточная причина, чтобы есть два фронта. И фронт физический, и фронт духовный. Фронт духовный более важный. Это суть нашего народа, как мы сегодня говорили. Даже если это не помогало другой части, даже если бы не помогало, необходимо было, чтобы были люди, которые занимались Тора со всей силой, чтобы удержать наш народ, хотя бы часть народа, в болине исполнения замысла нашего народа. Только ради этого была причина не трогать ни в коем случае животников. Однако вещи гораздо более ясные. о чем немножко вещь объяснить. Есть у человека душа и тело. Я вам скажу некоторые секреты. Вы знаете, что когда душа оставляет тело, то можно подумать, душа мешала телу наслаждаться земными, так сказать, радостями. Оставлять тело, сейчас время развратиться со всеми силами. Но почему так не происходит? Когда душа оставляет, то тело умирает. Тело умирает. То есть, никогда мы не видели, чтобы душа оставляла тело, а тело, потому что хотело дальше гулять, кушать, пить и так далее. Такого никогда не видели. Надо немножко есть такое, где несколько секунд или минут хвостик у ящерицы. Но тело никогда... То есть, источник тела это душа, это то, что дает силы телу, а если душа оставляет, то нет ничего. Тор тут происходит то же самое. Мы привели не раз то, что Тора защищает и спасает. То, что Тора защищает ее силы мячу народа Израиля. То есть, тело народа Израиля не существует без Торы. Когда нет Торы, то тело это тоже исчезает. Исчезает. Теряет все свои силы. И что поражает это уникальная слепота. Эта слепота, она есть такое выражение у Рамхалем Святой Шарим И ворон рациони это желаемая слепота. Человек хочет быть слепым, так он слепой. Почему он хочет быть слепым? Я объясню, потому что надо отказаться от жизни светской. Поэтому он предпочитает быть слепым. Кроме отдельных единиц, которые что-то просекают. Есть такое место в Таилим. Мы считаем это в четвертый день. У них есть глаза, но они не видят. Там говорится про идолы. К сожалению, касаются также и людей, не только идолов. У них уши, но они не слышат. в Симхат Турама получили урок, что это страшнейшая бойня происходила в месте, где находится и живот, находятся замечательные таксальные общины. Она их не коснулась совершенно. за минимальными исключениями. исключениями. Даже не более того. В самом окрестности Газа там в основном находятся левые кибуцы. В основном. Они очень любили палестинцев, очень заботились о нем. кроме двух. Там было два грозных кибуца достаточно слабеньких. Не было что-то такое-то. Не было и литевод, не было еще во Фтифрах или во Факеум. Они тоже были обойдены. Знаете, теористы проникли гораздо глубже, чем литевод. то есть литевод находится между Офаким и Газой. Офаким они пришли. Но на литевод они не зашли. Более того, они добрались до такого места в Негеве. Это очень старый аэродром, который уже действует между Офаким и Берешевой. Они дошли туда. По дороге была Ишива в Тифрах. В Тифрах продолжалась Симха Тура. То есть Роши Ишива, он знал, что происходит, но он решил, положился на обещание Стайпеля, что будет все в порядке. Ишива осталась дома Симха Тура, ничего не меня. это надо увидеть, но можно не хотеть это увидеть. Я объясню, что такое не хотеть это увидеть. Когда ты участвовал в семинарах, которые назывались Шмутами, был там один еврей. Это был на семинаре, интересовался, приехал. Очень, так сказать, воодушевился от лекций, уроков, разговоров с преподавателями семинара этого. загорелся еврейским человеком до одного момента, когда он вдруг понял для себя, так что надо быть ДОСом. Знаешь, какой ДОС? ДОС у человека. Надо быть ДОСом, это было потрясение. Это было потрясение. Знаете, люди, которые говорят, что происходило, что бы счету надо быть ДОСом. Но как не хочется быть ДОСом? Надо отказаться от того, что они называют жизнью. Это, наверное, не жизнь, чепуха. Более того, давайте идем дальше. Происходит уже полгода война в Газе. Почти полгода. Тяжелая война. Жертвов действительно нет. Практически есть, но это не сравнимо с тем, что могло быть. Просто не сравнимо. Тяжелая окопашная война. И у них есть куча оружия, и к ним готовились, и далеко-далеко не все их склады оружия уже найдены и так далее. Уже, ну, просто маленький пример. пять месяцев назад захватили больницу Шифов в Газе. Это было буквально такое осиное гнездо террора. Захватили его, вроде бы разоружили. Сейчас выяснилось, что там заново собралось около 500 террористов. Поскольку захватили их. сейчас заново захватили с складами оружия, со всем, а где были раньше. Но это надо увидеть. Надо увидеть. Но ИДОЛ, вместе победим, ИДОЛ, армия Брода Израиля ЦАГАЛа, он не дает этого видеть. И то, чтобы понять заслугу людей к дикторам там, вверху, учатся и молятся за спасение наших братьев, за то, чтобы, действительно, исполнили цельную заповедь поразить наших ненавистников, и не получая от этого силу, от этого воина, отдают им силу и помощь свыше. я слышал, что военные специалисты понимают, что вишни баруха шем, ой, шем, китов, что мало жертв, понимают это. И именно в этой ситуации проснулся в этой ситуации проснулся с Амалек в лице так называемого советника элитического правительства, который под глазами на тему призыва Шепотникова, который не призывается незаконно. и и высшие судебные инстанции они с самым жестким способом только могли. Вот. Я вам скажу. Давайте поставим точки над «и». Надеюсь, что меня не поставят за поношение суда израильского. чтобы мы читали в книге Ваикру, в начале книги Ваикру о том, что домийское слово «эйнеяяяида» – глаза общины. Что такое глаза общины? Это санедрин. Почему называется глазами общины? Потому что то, что общины не видят, то видят санедрин. У нас есть другие судебные инстанции, они исполняют с большой тщательностью, это уже сказано, в другом месте, «Эйнайм, ноэйвэлой рау». Глаза у них есть, но они ничего не видят. Ничего не видят. Понимаете, эта ситуация очень опасная. Объясню, в чем она опасность. Есть, привод Рамхал, вся вещь известная, что есть в народе Израиля четыре категории людей, каждый из них соответствует один из четырех видов растений, сукот, и самый раскоднейший из них это соответствует арава, ива, арава это ива по-русски, да? Что? Ива. Вот. И сказано, чтобы они, когда они находятся в связке, одни лучше искупляли также и захочетших. Есть только одна проблема, должны быть в связке. Я вам скажу, чего я боюсь. Дело сейчас не в судебных инстанциях, где проблема тут не в этом. Если с людьми нечего говорить, то просто я боюсь за другое, что это повлияет на многих людей, которым это очень понравится. Я боюсь, что таких людей может быть и так мало. А когда это нравится, это отторгает эту часть народа Израиля от защиты Торы. То есть, если, понимаете, есть великий комитет Дина Рамбома, Кэсэм Мишнам, тоже отторжу Ханаруха. Там он касается вопросов, можно ли учиться, получать деньги. Он спаривает с точки зрения Рамбома. Надо же более того говорить, что, так как Тора, ну, это вещь совершенно необходимая, то можно даже заставлять других, заставлять, давать средства на поддержку Тора. Что? Это единственное мнение. Слушайте, мы сейчас не будем спорить. У меня достаточная точка зрения автора Шоханаруха. И Рамбом это единственное мнение, которое я спаривал. А не автора Шоханаруха. Так вот, есть, когда государство, израильское государство, хотело или не хотело, но реально она выдирала средства за поддержку изучающих Тору, а тем более, что большая часть населения это поддерживала и было как-то лояльно. Это давало защиту армии, защиту всему народу Израилю. Когда реально отрезают народы Израиля от этой заслуги, это очень опасная вещь. Надо очень хорошо понимать. И причем это происходит в самое тяжелое напряженное время. Это то, что я называю «эйнаем лэм вело и рау». Однако я вам скажу одну очень важную вещь для себя. Я вам скажу, я после всех новостей, я немножко не в себе уже три дня. В субботу я был в порядке, но... И, конечно, пробуждаются очень нехорошие мысли. Мол, надо нам за них молиться. Надо, надо. Понимаете, я вам скажу, есть это две категории. Есть категории пленённых детей. Это все эти, это все эти нерелигиозная молодежь. Они буквально пленённые дети, как мы были пленённые дети в России. Знаете, никто из нас лучше, не понимает лучше нас, что такое пленённые дети. Однако есть тут некоторые исключения. И об этом я слышал и от Робиска Зильбера, и слышал это, мы слышали это от Робана Лепштейна, эту вещь. Когда, в общем, можно сказать, все, и они все пленённые дети, и те же самые деятели, судебные, тоже пленённые дети. Но тут есть некоторое но. Когда человек не просто грешит, он злостно отрывает от того других, когда он сильно пакостит другим, это говорит о злому умысле особо. Поэтому оправдание пленённых детей на них не распространяется. Однако нам надо знать, что всё-таки большая часть народа Израиля – это пленённые дети. Надо ещё более укрепиться в Торе, чтобы Тора защитила весь наш народ. И больше молиться, и молиться о буквальном спасении физическом, а также молиться, чтобы наш народ вернулся в Вес к Всевышнему. То есть целая браха и шмана и саши военного винара Тора Теха. Также если у нас также браха была мальчинем, то есть предначально это не мальчинь, имеется в виду вероступники, чтобы не было у них надежды. У нас есть все те люди, которые пытаются оторвать народа Израиля от Торы. И поэтому нам надо укрепить себя действительно и в любви, и в желании застой народа Израиля, так как практически большая часть этих – они пленённые дети. Но надо болеть за эту ситуацию и знать при всём при том, что в случае всё сделано в добро, и от нас требуется укрепиться в Торе дальше. За заключённого преступника или раба платят десятки больше государства, чем за щеботника. Там небольшая сумма, которую они переводят. Я вам скажу, сумма очень небольшая. Если взять на как бы… Я вам скажу, но её очень не хватает. Надо молиться. Надо молиться. Но при этом её очень не хватает. Есть большие ишивы, для которых большая часть стипендий – это то, что получает государство. Вообще-то очень маленькие стипендии – 1200 шекелей добро их получает. Из них 800 государства. Это, допустим, ишива Мир. А там 5000-6000 евро. Вы можете представить себе удар по ишиве такой? Ишива, то есть, не знаю сколько… Никто не знает детально, что происходит. Но, допустим, большие ишивы, когда есть там сотни в Акурим. Сотни. Не 100, не 200, а 500, 600, 700 тысяч. Когда глава и глава ишива разрываются между преподаванием, воспитанием молодёжи и поиском денег. Когда такая ишива вдруг теряет половину содержания для Акурим – половину. Это очень тяжёлый удар. Это не игрушки. Сколько евреев живёт в мире, в небо Израиля? Ну, не важно сейчас. Понимаете, сейчас особая тяжёлая ситуация, когда народ Израиля, который сам не является бнаитура, они дают деньги на армию, они дают на шиботников. Это было и до этой ситуации. Мы в Бородесках хорошо чувствуем эту ситуацию, а других чувствуют ещё больше. А сейчас это добавляется, то есть это называется буквально удар ножом в спину. Буквально. И это требует от нас, может быть, право молиться, укрепиться в Торе. Мы, безусловно, не отчаиваемся. Понимаете, все эти наши ненавистники ушли, уходили, ушли и уходят, эти уйдут. А наше новое поведение придёт дальше, приходом Ищея, Хастора и Всевышнего. Всего хорошего. Продолжение следует... До свидания? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...